И далее мы переходим к следующей теме нашего информационного блока. Звучит она довольно коротко, но речисто, скажем так. Развал России в сценарии. Вот так. После полномасштабного военного вторжения в Украину распад России неизбежен. О таком сценарии говорят как и бывшие российские аналитики, так и международные эксперты. По мнению последних, государственный переворот в России может произойти уже через полгода. И это будет началом конца Российской империи. Какие существуют еще варианты распада? Российской Федерации. Смотрите далее в сюжете наших коллег. А далее эту тему мы обсудим с экспертом. Развал России предрешен. Вопрос только в том, как он произойдет. Так заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Как и многие другие российские аналитики, он считает, что через полгода может случиться государственный переворот. Вероятнее всего его инициирует сама российская элита. По словам политика более оппозиционно настроенного российского общества, чем российская элита не существует. Но пока она боится что-то предпринимать. Я считаю, что ключевой инструмент победы – это добиться раскола российской элиты. Не искать хороших русских. Хороших русских действительно нет. Но заставить плохих русских кидать Путина, переходить на сторону добра. И у них куча шкурных интересов, которые подталкивают их к этому решению, но они еще не понимают, как это сделать. Пономарев сообщил, что вероятность какого-то мятежа растет с каждым днем. Но еще нет определенного события, которое бы побудило людей действовать. Но и сам мятеж будет невозможен без давления снизу, со стороны российского народа. Можно дискутировать сколько угодно, но сейчас нужно принимать какие-то действия, для того, чтобы ситуация не стала трагической. В интервью РБК «Украина» начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что будущее Украины очевидно – возвращение территории 1991 года. А контрнаступление можно ожидать уже в августе. А в России уже начался процесс выбора приемника Путина. Возможно, только два варианта, чем все это закончится. Первый – это преемник Путина останавливает основные действия не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит, снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции. Выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем. Исключительно был человек, руководивший до этого государством. И это его личные проблемы. Он маньяк. Ну и во всем обвиняет его. Другой вариант – это просто развал России на несколько частей, на три и более. Распад России на несколько независимых государств – это еще один сценарий. Американский историк украинского происхождения Александр Мотыль считает такой путь самым вероятным. В составе России более 22 автономных республик, где россияне среди населения в меньшинстве. Очень вероятно, что разнообразные нероссийские автономные республики, области, края и так далее начнут требовать большей автономии, возможно, даже независимости. Вполне предполагаю, что в этом перечне будут Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан, Ингушетия и, конечно, Якутия. Они будут требовать суверенитета, автономии, независимости. Россия может фактически распасться на конституционные части. Этого не может произойти без кровопролития, поэтому это, скорее всего, приведет к гражданской войне. Александр Мотыль считает, что в любом случае отстранение от власти Путина положительно повлияет не только на Украину и весь мир, но и на саму Россию. Виктория Синько, специально для информационного марафона «Фридом», телеканала «Юэй». И уже к нашему эфиру присоединяется Аббас Радикович Галямов, российский политолог, политтехнолог. Аббас Радикович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот мы только что просмотрели сюжет от наших коллег, и там действительно абсолютно разнообразные сценарии будущего России, скажем так. Каким видите его вы? Вы ведь российский политтехнолог, вы действительно знаете очень много ситуаций изнутри и, конечно же, еще в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину. Вот сейчас что меняется в России, к чему все идет? Ну, если говорить о долгосрочных трендах, то позиции власти, конечно, слабеют. И, в общем-то, уже можно достаточно уверенно говорить, что Путина нынешний режим не переживет. Вопрос в том, свалится ли он раньше, чем умрет Путин. Вот это, наверное, самый главный и самый сложный на сегодня вопрос. Все-таки мне кажется, что Путин еще в достаточной степени крепок, чтобы можно было уверенно говорить, что, ну, как осенью, по крайней мере, как у нас там многие предрекают, что якобы уже осенью режим падет. Ну, вот, что еще осенью он не падет, и он протянет, ну, как минимум до, значит, 24-го года. На 24-й год у нас запланированы выборы. И вот это действительно станет точкой, где у режима могут возникнуть очень серьезные проблемы. Значит, до последнего момента, до начала войны, электоральный рейтинг Путина был ниже 50%. То есть большая часть людей не собирались за него голосовать. Лучшим способом решения этой проблемы мне представлялся тогда способ выдвижения преемника. Если это, если выдвинуть преемника, не какого-нибудь такого совсем, знаете, представителя, ну, какой-то команды, значит, уфырей и людоедов типа Патрушевых, да, а кто-то более-менее приемлемый, если это будет даже из числа вот нынешнего окружения Путина. Массовый российский избиратель, который за Путина голосовать уже не хотел, он бы за преемника проголосовал. То есть все-таки, ну, избиратель понимает, что если, значит, совсем, так сказать, уйти в радикальную оппозицию, там, поддержать, условно говоря, Навального и так далее, ну, это обернется какой-то гражданской войной, а обыватель этого не хочет, боится, да, поэтому он какой-то компромиссный вариант, в принципе, одобрил бы. То есть за Путина уже не охота, так сказать, надоело сколько можно, да, а, значит, за преемника, который, ну, плюс-минус нормальный вроде бы, и обещает какие-то перемены, вот. Массовый обыватель проголосовал бы. Я думаю, что если это хороший преемник, ну, без антирейтинга, да, там не надо идеального, в общем-то. Без антирейтинга и с тем, чтобы он убедительно там показал, что он собирается что-то менять в стране, то есть какой-то такой проект реформ там обозначил бы, да, вот. Вот. Такой кандидат победил бы даже без всяких фальсификаций. И, конечно, в принципе, для Путина это такой, отчасти, можно сказать, привлекательный путь, потому что если он пойдет сам и народ восстанет, как в Беларуси в 2020 году, ну, черт его знает, удастся усидеть или нет, Лукашенко же вот, ну, из последних сил удержался вполне, в принципе, мог и не усидеть, да, и в значительной степени усидел благодаря поддержке Путина, а у Путина, такого внешнего Путина-то не будет, против него весь окружающий мир будет, да, поэтому пытаться переизбраться для него это такой рискованный вариант, и, в принципе, до начала войны я думал, что он попробует через преемника вот проблему решить. Но после того, как он начал войну, я так понимаю, что он все-таки решил избираться сам, значит, и, собственно говоря, с этой целью он войну-то и начал, он начал для того, чтобы консолидировать российское общество вокруг себя, значит, с тем, чтобы, если метафорически выражаться, кровью его, так сказать, повязать, да, то есть сейчас, пока российский избиратель только еще начал дрейфь в сторону оппозиции, чтобы вот сейчас его заставить определиться, ты, так сказать, за Родину, да, или за врагов, ну, и большинство в этой ситуации все-таки они, так сказать, за Родину, да, ну, вот, в кавычках я это слово употребляю в данном случае, за большинство сейчас пока, пока оно еще не готово радикально, так сказать, отморозиться и уйти в радикальную оппозицию, да, оно все-таки выберет вот вариант за Родину, и Путин надеется, что потом на протяжении вот двух лет, это большинство, так сказать, оно так у него и будет, что однажды определившись и встав, так сказать, сплотившись вокруг национального лидера против внешних врагов, значит, ну, вот они так в этом состоянии россияне и прибудут. Прибудут или нет, вот это большой вопрос, значит, потому что военных побед не видно, а поражение делегитимизирует, особенно такого лидера, как Путин, ведь у Путина нет других источников легитимности, кроме как предположения, что он силеный всегда побеждает, то есть его избиратель ценит именно за это, да, а если он не побеждает, так и зачем он такой сдался, и вот тут в этот момент... Давайте немного уточним, то есть вы сейчас говорите о демонтаже конкретно вертикали властной Владимира Путина, но вы не говорите о деконструкции самого государства Российской Федерации. Но вы меня задали вопрос, я отвечаю просто на ваш вопрос. Да-да, но видите ли вы разницу в этих двух треках, взаимосвязаны ли эти два трека, либо они могут развиваться параллельно, и вы не верите в деконструкцию самого государства, а лишь в систему вертикали нынешней власти? Ну, смотрите, как только началась война, я буквально дня через 3-4, еще до того, как те люди, о которых вы сейчас говорили в своем сюжете, я уже написал текст о том, что, значит, теперь проблема регионального сепаратизма ну, прям становится в повестку. Я много лет проработал в одном из национальных регионов в Башкирии, да, и хорошо знаю политическую ситуацию там. Значит, вот националистически озабоченные избиратели, они в меньшинстве, но они, в принципе, в критические моменты всегда становятся очень активны. И они реально способны навязать повестку растерянному большинству. Значит, вот это меньшинство, оно всю политику, практически всю политику воспринимает через призму этничности. И для них начавшаяся война — это не война России с Украиной, или тем более с НАТО, как там Путин пытается изобразить, да. Это война русских с украинцами, это нападение русских на украинцев за то, что украинцы не хотят жить в империи. То есть для башкир, для татар, для тавинцев, якутов, кавказцев, значит, кавказских этносов, для их, значительной части их интеллигенции, их студенчества, которое вот национально озабочено, да, значит, и части деревенских жителей севок, кстати, подвержены вот этому влиянию, кстати. Вот, значит, для них эта война — это ещё одно доказательство того, что русские — это имперский народ, так сказать, это вот я прям их формулировку использую, что с них больше дела не иметь, они склонны к подавлению. То есть в этом смысле, условно говоря, башкирские националисты солидарны с украинцами, да, они, в принципе, легко себя представляют на месте украинцев, что мы хотим отделиться от русских, а они на нас напали, так сказать, и бомбят. Вот, и вот, и поэтому я сразу и написал, что проблема сепаратизма, конечно, встанет в повестку. Как только, значит, власти почувствуют, националисты почувствуют, что власть в достаточной степени ослабела, они тут же, значит, расчехляют все свои орудия и начнут вот эту вот пропаганду, значит, русские в Рязани, значит. Это так же, как это было в конце 80-х годов в, значит, бывших республиках Советского Союза. Значит, и вот тут встанет перед российским руководством главная проблема. Дело в том, что вот нынешние зверства, которые творятся, значит, в Украине, они, конечно, способствуют колоссальному отчуждению российской интеллигенции от режима, от страны в целом, да. И в тот момент, когда националисты начнут вот эту дискуссию по поводу того, что, дескать, а зачем мы живем с русскими, давайте лучше отделимся, им должна, вот развернется дискуссия общественная, им должна возражать вот эта национальная интеллигенция. А она сейчас настолько обескуражена происходящим в Украине, что, мне кажется, у нее даже вот внутренней энергии не будет для того, чтобы дискутировать с этими националистами, да. Ну, то есть надо же будет искать аргументы какие-то, убеждая их, что нет, Россия — это наш общий проект, она еще не кончилась, у нее есть великое будущее, так сказать, пожалуйста, не отделяйтесь, давайте строить вместе единую страну. Ну, короче, вот такая дискуссия должна быть, да. А у этих людей, мне кажется, вот глядя на их нынешнее настроение, да, по крайней мере, я так прогнозирую, потом, может быть, что-то меняется, значит, у них не будет запала, у них в глубине души будет сидеть предательская мысль, что, а может быть, и правда, там есть в этом великая, так сказать, сермяжная правда, ну, действительно, все империи разваливаются, может быть, и это, значит, должно развалиться. И вот не смогут они дискутировать-то, да. Я все-таки не думаю, что это дойдет до распада. Ну, то есть, в целом, надо понимать, что все-таки русские — это, значит, ну, у них там процентов 80 населения, значит, страны. То есть, это все-таки сильное большинство. Значит, даже в большинстве национальных республик, значит, может быть, за исключением Татарстана и каких-то кавказских регионов, у них большинство тоже, у русских, значит, плюс большая часть национальных регионов находится все-таки внутри территории России, то есть отделяться все-таки, когда ты со всех сторон окружен империей, митрополией, так сказать, отделяться трудно. И поэтому вот на Кавказе, да, это, скорее всего, будет сепаратистский тренд. Вот. В других регионах это, скорее всего, будет просто борьба за, значит, суверенитет, за федерализацию страны, там, верните нам полномочия, верните нам контроль над налоговой базой, значит, над экономикой. Вот. Ну, то есть то же самое, что происходило в российских регионах в 90-е годы. Теоретически возможен сепаратистский тренд, если говорить о ненациональных республиках на Дальнем Востоке. Там действительно люди с обособленным менталитетом, и они со скепсисом относятся к жителям, так сказать, большой земли, да. Но все-таки, ну, вот как такой убедительный проект, там, отделиться от России, создать собственное государство, ну, я там даже в 90-е годы не видел. Сепаратистские настроения были очень сильные, антимосковские настроения были очень сильные, но вот альтернативного проекта, убедительного, тогда все-таки там не возникло. Не знаю, возникнет ли сейчас, полностью исключать не буду. Вся остальная территория России, она будет бороться с режимом, не распадаясь, так сказать, понимаете. То есть в рамках... Ну, все-таки частично в подтверждении ваших слов, и для того, чтобы также еще продолжить дискуссию, у нас вот есть еще интересное мнение. Империалистический нарратив, написанный президентом России Владимиром Путиным и его окружением, терпит поражение. В Украине их взгляд на мир, основанный на искаженной истории, буквально раздавлен. Вот такое мнение заявил украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий в интервью Financial Times. И вот он считает, что именно Россия может измениться больше всего в результате этой войны. Услышим эту цитату и продолжим с вами. В 1991 году мы считали, что Советскому Союзу пришел конец и началась новая эра. Но это началось не для ядра, не для России. Возможно, долговременным итогом этой войны станет рождение новой идентичности России, свободной от пережитков империи. Я хочу мыслить оптимистично. Сергей Плохий, украинский историк, профессор Гарвардского университета. Из интервью Financial Times. Так вот, как вы считаете, о какой новой идентичности России идет речь? В чем она будет заключаться, эта новая идентичность? Ну, значит, это... Если возобладает вот та логика, которая начала проклевываться у нас в конце 80-х, в 90-е, и потом была искусственно, в значительной степени искусственно, загашена Путиным, то это такая европейская идентичность. То есть Россия — часть Европы, поэтому нечего тут выпендриваться, изображать в себя какую-то уникальную цивилизацию. В принципе, мы на самом деле не так уж сильно отличаемся от средней статистиковой европейцы, поэтому давайте строить демократию, рынок. Ну, собственно говоря, то же самое, что происходит с украинским самосознанием. То есть украинцы выбрали движение в сторону Запада, и артечики, и россияне его могут выбрать. Ну, вернее, даже не только теоретически. Альтернативных же проектов нет, и поэтому, когда путинский проект потерпит неудачу, на самом деле движение в сторону будет. Вопрос в том, насколько эффективно удастся новому правящему классу российскому закрепить все это в институтах, чтобы потом отката не было. Очень важно же... Вот в 90-е годы не смогли власти это сделать. То есть система институтов, созданных в Новой России, оказалась недостаточно эффективной и не смогла предотвратить вот этот откат назад. Значит, поэтому по новой надо будет... То есть движение на Запад точно будет, новая идентичность, она начнет проклевываться, начнет формироваться. Она, в принципе, в зачатке есть значительная часть россиян. Я вам скажу, что не меньше 25% населения страны уже сейчас, в принципе, себя считают вполне себя такими вот демократами нормального европейского склада. Это минимум. При том, что на протяжении долгих лет велась такая антиевропейская пропаганда, пропаганда России как некой уникальной цивилизации. То есть это движение обязательно будет. Главное, чтобы оно потом опять через, условно говоря, 10-20 лет не развернулось обратно, чтобы снова не было отката. Поэтому откат неизбежен, он всегда бывает во время любой революции. Просто надо сделать так, чтобы этот откат не привел к тому, к чему привел путинский режим. То есть чтобы институты были новые, достаточно укоренены, и чтобы они смогли сопротивляться условному новому Путину. Ну, как только что в Америке было с Трампом. Трамп же автократ не хуже Путина. Но он ничего не смог сделать. Ни Верховный суд, ни Конгресс, ни Демпартию он сломать не смог. СМИ, систему СМИ он сломать не смог. Ну, поэтому Америка его, так сказать, переживала и выплюнула, несмотря на все его замашки. Вот что-то в новой России подобное надо будет создать. Это, конечно, очень нелегко. Это задача, так сказать, для богатырей. Но будем надеяться, что справимся. Вместе с тем еще есть какое мнение, что Россия распадется, и этот процесс запустит Литва, которая в свое время развалила СССР. Об этом заявил российский журналист и оппозиционер Александр Невзоров. Он считает, что Литва именно станет таким движущим рычагом в развале Российской Федерации в ответ на прямые угрозы кремлевского режима. Давайте послушаем цитату. Как все удивительно. Точь в точь повторяется. Когда-то именно литовская искра запалила фитиль к бомбе, которая и разнесла СССР. Следует отметить, что тогда Литва ухитрилась одолеть еще живую и очень мощную империю. Вероятно, и Россия развалится тоже, и опять через литовские события. Все пошло на второй круг. Александр Невзоров, российский журналист. Не кажется ли вам, что немного упрощает Невзоров ситуацию, что все-таки Советский Союз не развалился из-за событий в Литве, а это был достаточно глубокий процесс, который проходил и во время перестройки, и до перестройки, кстати, и затем уже и Афганистан влиял, а не только лишь литовские события? Ну нет, Невзоров не сказал, что это исключительно у Литва, так сказать. Он скорее, если я его правильно понял, вот эту ситуацию понял, он сказал, что Литва с Литвиной... То есть Литва, может быть, стала там последней соломинкой, которая сломала хребет верблюда. Он скорее вот это сказал. То есть остальные-то соломинки тоже присутствовали, но вот литовские события взорвали ситуацию. Ну, какой-то смысл там в том, что он говорит, есть, но сейчас параллель проводить я бы не стал, потому что Литва сейчас, значит, уже не часть России. Если мы говорим о развале России, то развал все равно изнутри происходит. Его не снаружи делают. Это ерунда, когда, значит, у нас сторонники режима утверждают, что Советский Союз развалил ЦРУ. Да никакой ЦРУ никогда не справится с такой задачей, если внутри нет предпосылок. Советский Союз через вот эту сверхцентрализацию, через авторитаризм и отчуждение граждан сам, собственно, создал все эти предпосылки, с последствиями которых он потом сам и столкнулся. Поэтому перекладывать это на ЦРУ – это разговор в пользу бедных. Вот. И то же самое в новой ситуации. Может быть, Низоров имел в виду, что ввязавшись в войну с Литвой, Россия потерпит военное поражение, которое, так сказать, потом приведет к развалу. И я не знаю, что он имел в виду. Ну, в этом смысле, наверное, можно там порассуждать. Но в целом Литва сейчас внешняя территория, и я не понимаю, как она может влиять на процессы, происходящие внутри. Более точную характеристику, мне кажется, дает ситуация цитата Джо Байдена, которую он сказал во время своего выступления в Варшаве 26 марта этого года. Я, кстати, там был и слышал, как вот эта толпа внутри замка реагировала на фразу Джо Байдена, которая, в общем-то, на мой взгляд, характеризует сейчас всю нашу с вами дискуссию. Он сказал, «This man cannot remain in power». То есть этот человек не может оставаться во власти. И там все, кто стояли, все хлопали, аплодировали этой фразе. А затем Белый дом сказал, что этой фразы не было в выступлении Джо Байдена, ни на суфлёре, ни в текстовом виде. Он это сказал от себя после посещения украинских беженцев в Варшаве на стадионе. Настолько он проникся мыслью, что за все страдания, которые сейчас несут украинцы и испытывают украинцы на себе, Путин должен поплатиться собственной должностью и разрушением вертикали. Однако потом, снова подчеркиваю, Белый дом сказал, что нет задачи проводить смену режима российской власти. Как вы думаете, разночтения такие, заявления эмоциональные американского лидера Байдена насчет того, что он не должен оставаться, Путин, во власти, и официальными на сайте Белого дома, это что-то значит? Либо же это попытка такой дипломатической просто игры, а на самом деле-то цель у Запада, как коллективного игрока, это все-таки смена власти внутри Российской Федерации. Ну, смотрите, объективно говоря, конечно, интересам Запада отвечает смена власти в России. Но при этом, честно скажу, я не вижу следов такой целенаправленной деятельности, направленной на свержение режима, по крайней мере, в информационном пространстве, которое можно мониторить. То есть ты можешь не знать каких-то секретных операций, когда ты анализируешь то, как Запад работает с российской оппозицией, например, как он централизует информационные потоки, ты видишь, что такой целенаправленной работы никто не ведет. То есть просто российская оппозиция с Западом практически не используется, при том, что Запад действительно мог бы делать это с высокой степенью эффективности. Нет, собственно, в значительной степени именно потому режим и существует до сих пор, что никто с ним всерьез не боролся. И, собственно, это Белый дом и пояснил. Слова Байдена, это действительно эмоциональная реакция человека, нормальная, совершенно понятная, объяснимая. Может быть, в принципе, Байден шокированно увиденным. Может, он как-то перенастроит свою государственную машину, может увидеть союзников, всерьез заняться этим проектом. Но, повторюсь, пока следов этого не видно. И не факт, что получится у Байдена, потому что его внутриполитические позиции не настолько крепки, чтобы ввязываться в такую серьезную внутреннюю. То есть понятно, что они поддерживают Украину, поставляют ей вооружение для того, чтобы Украина смогла отбиться, так сказать, от России. Но это не то же самое, что вести работу по свержению режима внутри России. Понимаете? Вот этой работой я не... Мы очень благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Всегда рады дискутировать с вами в прямых эфирах. Поэтому до новой связи, скажем так, я напомню зрителям, что Аббас Радикович Галямов, российский политолог и политтехнолог, был с нами на связи. Аббас Радикович Галямов,